Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас заключительное видео с разбором персонажей на текущем патче. Мы сегодня рассмотрим Капитана Охотников на Ведьм, Вич Кантера. Он у нас остался последним, ибо его изменения практически никак не коснулись. Он взял все самое лучшее, в принципе, как и всегда. На моей памяти я вообще не помню, чтобы Вич Хантер подвергался прямому нерфу. Он такой всегда, если вдруг нерфы, вы что, я ничего, моя хата с краю, ничего не знаю, а вот баф он все в себя берет. Поэтому мы обновим сегодня текущие билды, которые у нас оставались. Также посмотрим, что из арсенала прибавилось, и что мы еще можем теперь спокойно использовать на Вич Хантере. Итак, начнем мы с основных билдов, обновим информацию по ним. Это, разумеется, билды через рапиру, это оружие, неотъемлемая часть Виктора, с первой, наверное, части игры. Поэтому у нас будет три варианта, ребят. То есть классический. Я вам расскажу вся разница между каждым из билдов, чем они отличаются. Рапир, как говорится, Виктор вам скажет, что их много не бывает, они есть на все случаи жизни. Итак, первый билд у нас выглядит следующим образом. Это самая классика пыл охотника. Первый талант восстановления ХП белого через криты и через попадание по головам. И по мувсету рапиры, то есть очень удобно возить по головам противника. И также у нас будет ульта, которая гарантирует криты. То есть за счет ульты мы просто включаем себе резко отхил. Второй талант у нас здесь идет страшное признаменование. По поводу выбора между свежеванием и признаменованием, подождите дальше. Потому что все варианты мы с вами рассмотрим. В билде же на рапире мы играем именно через признаменование. Потому что мы достигаем определенных значений по урону. Плюс рапира не самое лучшее оружие, которое имеет не самый положительный клиф для использования этого таланта. Хотя здесь на вкус и цвет. Так как здесь, еще раз напоминаю вам, что написано повышение бонуса к урону при попадании в голову на 50%. Это проблема локализации. И урон увеличивается до 50%. Базово Виктор имеет 25% повышенного урона по головам противника. Поэтому этот талант просто увеличивает базовую пассивку, которая нигде не сказана официально. В описании персонажа. Она увеличивается до 50%. Но это лучше использовать именно на рапире, так как мы очень часто будем использовать заряженные атаки. Третий талант. Ребята, здесь вообще без вариантов ассасин. Большая ошибка новичков, которые используют в этом случае возросшую силу. Что рвение, что любой урон, который у нас будет под критами, увеличивается априори на 40%. То есть, либо неправильно замеряете урон, либо смотрите не на те показатели, либо пытаетесь под стаггером сравнить. Ассасин дает максимальный урон в крит-билде и в игре на Викторе. Это константа. Это константа, поэтому при использовании возросшей силы вы будете потерять примерно 20-28% мощности персонажа. Четвертый талант. Метка Еретика. При выделении противника мы повышаем скорость атаки на 10%. 15 секунд. Опять же, у нас здесь есть альтернативный талант. Это дикое рвение. Но мы его будем рассматривать в дальнейших билдах. В текущем билде мы все вкачиваем именно в свой урон и поднимаем именно свою эффективность. Пятый талант. Зачарованная жизнь. Увеличивающий расстояние доджа на 20%. Является достаточно имбовым талантом. И персонажи, которые имеют у нас этот талант, в принципе, являются одними самыми живучими в игре. Потому что у вороты это у нас наше все. Чем лучше мы можем контролировать ближний бой, уворачиваться от урона и не пропускать лишние тычки, тем, соответственно, мы повышаем больше шанс к победе. Поэтому этот талант является одним из лучших. Еще в некоторых билдах используется отбрасывание. Там, где нужно восстановление стамины. Ну и кто-то использует всегда готов. Но этот талант, я считаю, он изрядно слабее, чем два предыдущих, во-первых. А в-третьих, он у вас не должен быть в принципе. То есть этой проблемы с боеприпасами у вас быть не должно. И часто люди пытаются отмазываться. Говорят, да там я спешилов один убиваю на всю карту. Братан, ты их убиваешь миллионами выстрелов. Спешил убивается с одного выстрела в среднем. Два выстрела. Вот, если у тебя амуниция заканчивается, значит ты используешь либо неправильное рейндж оружие, либо ты кривой и косой и лучше не используй. Потому что выжираешь, значит, всю карту на себя одного любимого по боеприпасам. И шестая, шестой талант в нашем билде это рвение. Гарантирует криты на продолжительность ульты. То есть все удары с ближнего боя у нас будут критовыми. Итак, по вооружению первый билд у нас выглядит рапиром. Характеристики 5-5, соответственно, скорость атаки, крит, шанс, быстрое истребление. Я использую сейчас только арбалет, только однозарядный арбалет. Именно по той причине, что амуниция как раз на этом оружии, в моем случае, контролируется очень легко. Так как из него очень легко стрелять в голову. И самое главное, это эффективная дальность. То есть эффективная дальность, это максимальная, которая доступна нам из выбора вооружения Виктора. И вот за счет этого как раз мне никогда вот такой всратый талант на боеприпасы не требуется. Я отлично себя чувствую в ближнем бою. И точно так же убиваю всех спешелов практически с одного выстрела. Вот я не расстреливаю при этом штурмверминов. Пятку ноги там с пистолетов. Думаю, какой я, блядь, РДД, взяв милишника в бою. Ну и так далее. Характеристики. 5 шанс крита, 10 против скайвинов. Часто используют здесь еще пехоту вместо скайвинов. Я использую скайвинов, оно более стандартное именно против спешелов. Под выделением почти каждый спешл отлетает с одного выстрела. Плюс напоминаю, что у арбалета свойство, вшитое в арбалет, на зум прицел 10 шанс крита. Поэтому я всегда стараюсь через зум стрелять. Именно для того, чтобы вылетел вот этот крит. Если вдруг меня подведет мой АИМ, то я попаду просто в тело, а крит стрела сделает свое дело. То есть это все равно будет ваншот. Поэтому здесь, как говорится, одно второе просто компенсируем и страхуем себя. На тот случай, чтобы у нас хватало амуниции. Бижутерия у нас идет 30% понижения стоимости блока, 20% здоровья, дубовая кожа. В альтернативу люди здесь используют еще выносливость. Но выносливость, я считаю, использовать на рапире очень плохо. Хотя в нашем случае не максимальный потенциал рапиры раскроется в другом плане дефа. Но все-таки я также напоминаю, что рапира у нас имеет свойство, а именно коэффициент блока практически такой же, как коэффициент блока на счетах. То есть щиты имеют 0,2, у нас рапира имеет 0,3 коэффициент. По факту, то есть я вам перевожу на более простой язык, это практически, что у вас во руках щит, понимаете? Только еще и с сопутствующим уроном. Плюс у нас есть максимально заряженная хэви-атака. Нужно понимать тоже, да, рапира у нас имеет 2 атаки. То есть вот такая вот небольшая, когда вы просто подзарядили. И максимальная зарядка имеет двойной урон. И это тоже надо знать про рапиру. Ну, кроме того, что у нас здесь еще спешл-атака имеется, которая мы можем в случае, если амуниция закончилась, каких-то спешлов, но контролировать. Поэтому я рекомендую затраты на блок при игре на рапире при любых обстоятельствах. Если вы очень активный игрок, вот прям пиздец, разносите все подряд, то вот здесь можно поставить выносливость, потому что многие люди как раз выносливость используют для пуш-атаки, которые бьют по головам. И чтобы у вас было больше этих пуш-атак, ставят выносливость. То есть дополнительный щиток. Вот. Вторая бижутерия. Здесь у нас идет, ребята, 20 к силе крита сейчас, 5 скорости атаки. И я использую отвар. Это максимальное КПД, чтобы внести максимум урона. Пришел патруль, внесли урон, пришел босс, внесли там полбоссу, лица оторвали и все в порядке. Плюс обратите внимание, что у нас снова вернулась именно сила крита. Я перепроверил перед записью гайдов. Сила крита на викторе снова вернулась в топ. То есть она постоянно скачет. Это всегда проверяйте. Вне зависимости какого числа вы смотрите видос, все может поменяться. То есть она скачет, я не знаю, от патча к патчу. То сила крита становится выше, то, соответственно, характеристика. То есть 10 хаоса, скавина и все такое. Вот. Сейчас именно на викторе сила крита опять превозмогает. И причем очень даже сильно. Последняя бижутерия. 33% сопротивления проклятию. 5 к шансу крита. И разрывные боеприпасы. Шрапнель нам, в принципе, не нужна, потому что наше выделение дает именно такое же свойство. То есть 20% к цели. И оно не стакается. Шрапнель и, соответственно, наш баф на 20% это не стакающиеся бафы. Вот. Хотя тоже от патча к патчу это меняется. Это надо периодически проверять. Поэтому разрывные боеприпасы это максимально эффективное, что мы можем взять. Вот. Это, собственно, наш первый билд. Он самый распространенный. Больше всего игроков, которые не заморачиваются, играют именно в этом билде. Дальше у нас второй вариант билда. Это когда сильно замороченный билд. А в плане уже он имеет определенные брейкпоинты. В нашем случае талантная база, как вы можете наблюдать, остается абсолютно той же самой. То есть здесь у нас таланты не меняются. Меняются сама, собственно, рапира и бижутерия. Рапира у нас приобретает 20 к цели крита. То есть против... Так, у меня не та рапира, ребята, извините. Извините, немножко попутали. Вот такая рапира должна быть. Ну, перепутал. Перепутал. Бывает. Вот. Это обязательно. Здесь должна быть шанс крита. 20 к цели крита. Быстрое истребление. Арбалет остается таким же. Бижутерия остается такой же. А вторая бижутерия снова меняется. Добавляется вместо скорости атаки 10 против хаоса. 20 к цели крита. Отвар также остается отваром. И последняя бижутерия без изменений. 5 шанс крита. 33% сопротивления проклятия. Увеличенный радиус боеприпаса. Здесь я вам рассказываю, для чего эта сборка имеет. Во-первых, это максимальный урон по боссам. То есть, на той же банке, поскольку у нас с вами мультибанк. Это мы скидываем, соответственно, в моменте ульта. Пошла банка. И мы имеем просто самый максимальный ДПС, который можем выдать очень быстро в босса. То есть, оторвать лицо хаоситом там еще как-то. Это очень самый высокий урон. Но самое главное в этом случае, для чего у нас используются подобные характеристики, это брейкпоинты, которые мы достигаем. И у нас есть с вами брейкпоинт на убийство хаосвара. Именно при таких характеристиках в голову с одной тычки накрытия. Сейчас 3 секунды. Ульта откатится, и мы посмотрим. То есть, соответственно, вот у нас. Так, сейчас скидываем ульту. То есть, вот хаосвара у нас. И я не зарядил. Да, я молодец. Вот, первая атака я не дозарядил, соответственно. То есть, у нас в этом случае хаосвара, сдавая ульту. Ульта у нас дает гарантированные криты. И, в принципе, да, заряженная атака с рапиры убивает хаосвара с одной тычки в голову. Что дает нам возможность на том же хаоспатруле моментально с одной ульты убить 5 хаосваров. Выбить потом мультибанку и еще убить 5 хаосваров. То есть, ну, на определенном скиле вы можете себе это позволить. Достигается это именно подобными характеристиками. Еще раз. 20 к силе крита. И здесь 20 к силе крита и 10 хаоса. Плюс есть еще один вариант, как это можно достичь. Как вы видели, я специально не... Не было ни стагера. То есть, я ульту скинул до того, как появились хаосвары. Можно еще один вариант рассматривать. Например, если нам скорости совсем не хватает, то мы можем поставить бижутерию. Опять скорость атаки 20 к силе крита. И с меткой, а именно с выделением, в этом случае у нас крит также будет убивать. Сейчас ульту восстану. А, у меня не мультибанка. А, это же другая банка. Все, понял. Другая же бижутерия. Сейчас у нас восстановится ульта. Побыстрее. Сделаем. То есть, вот здесь мы убили с вами хаосвара. Вы это видели, да? И сейчас мы сделаем то же самое. Сейчас. Вот. То есть, зарядили атаку. И когда мы выделили хаосвара, в этом случае нам тоже будет достаточно урона. То есть, в этом случае нам тоже будет достаточно урона. Если выделения не будет у вас, соответственно, то уже в этом случае, когда видите кританет, не хватает всего каких-то там, грубо говоря, в этом случае, вы тоже должны понимать, всего не хватает 3 хп. То есть, следующая лайт-атака по голове, этого тоже будет достаточно, чтобы убить. Но мы все-таки на гарантированной, и речь идет именно о бульте. Когда вы сдали ульту, и у вас есть примерно 5, максимум 6 ударов за эту ульту, которую вы можете нанести, разумеется. То есть, на комбу там с лайт-атакой и попадением лайт-атакой тоже по голове, потому что по броне, разумеется, никакого урона рапира не нанесет. Хотя, ну, под ультой нанесет. Разумеется, нанесет. То есть, под ультой, кстати, можно. Но вы тогда ограничитесь максимум двумя хаос-варами. Это лучший результат с учетом хаоса, паники и всего такого. При этом, в этом случае, вы можете спокойно этот билд использовать именно для пробежания карты. То есть, имеется в виду, что вы понимаете, что не в плане того, что вы заточили себя тогда под встречу с хаос-патрулем, но все стандартные хаос-вары, которые стоят по одной-две штуки, то есть, где вы спокойно можете одного хаос-вара выделить, и, разумеется, затыкать его там до смерти. Вот. Это вполне себе проходится и легко пробегается. Еще раз объясняю. В этом случае у вас на рапире, по сравнению с первым билдом, появляется вместо скорости атаки 20 ксили крита. И когда вы выделяете, то есть, вот таким вот образом, при этом у вас, соответственно, урона хватит, чтобы с одной тычки, с крита, имеется в виду, убить этого хаос-вара. Этого тоже по брейк-поинтам достаточно. То есть, вот таким вот образом. Встретили, убили. Встретили, убили. И одиночные хаос-вары, которые стоят у нас на карте, уже никакой тоже, опять же, проблемы не представляют. Плюс мы свой урон поднимаем неоднократно при встрече с боссами. Потому что 20 ксили крота очень сильно повышает тоже урон. То есть, это вот второй вариант, где мы уже идем по каким-то брейк-поинтам, настраиваемся, например, если мы конкретно пошли на какую-то карту, не знаю, надо элементарно, на авангард вы пошли, у вас там на варкемпе одни хаос-вары стоят, ну и что? Что нам тогда теряться? Мы уберем, просто чтобы вы знали, вот такую как бы сборку, и спокойно идем. Вот, и вторая сборка, где можно пробегать через вот, просто одной силой критой. Третья сборка, ребят, которая подходит, очень хорошо подходит для новичков. То же самое рапира, но здесь вот уже меняется. Меняется талантная база. Эти таланты остаются такими же. Опять же, чтобы мы достигали с вами определенного урона. И еще раз говорю, эффективность свежевания здесь 50 на 50. То есть, на самом деле, здесь уже на любителя, вот как раз вы можете выбрать. Все остальное так же. Но мы, видите, меняем у нас. Дикое рвение появляется в билде. Это у нас для себя сейв сборка. Для команды это саппорт сборка. Вот, поэтому, в принципе, чтобы вы понимали ее назначение. Плюс можно на ней обучаться. На пятом таланте у нас уже отбрасывание. То есть, после толчка у нас 2 секунды реген стамин увеличивается на 40%. То есть, в принципе, вот эту вот ротацию, когда у нас именно противники имеются, мы можем применять очень много, потому что реген стамины у нас постоянно имеет прибавку в 40%. И это нам позволяет эту комбу проводить по головам очень часто. При этом, также напоминаю, что у нас выбран, соответственно, Дикое рвение, которое сейчас работает отлично, талант. Раньше это только выделенный противник. Сейчас любая элита, где-то там союзник убил. Практически во всем файте у вас будет по аптайму до 90% времени, что у всей группы будет повышенный крит-шанс на 5%. С учетом свойства Виктора, где мы бьем по головам и убиваем с любой тычки с крита, любого противника, кроме хаосваров и боссов, то и у нас есть ротация, которую мы можем постоянно поддерживать. Вот этот вот шлепок по отрезу головы, грубо говоря, гарантирует нам хороший также урон. Хороший урон. И последнее, что здесь тоже изменяется, рвение в этом случае не самое... То есть, опять же, можно на любителя, если хотите в себя поиграть еще в чем-то, но смысл опять, если мы саппортим, для нас это обучаемое, и мы хотим научиться более-менее выживать и играть, то мы берем уже нескончаемую охоту, максимальное КД используем, то есть имеется в виду количество раз, сколько мы можем использовать ульту, потому что откат 40% ульты на волне. Можно за волну давать уже не одну ульту, как это на стандартном рвении происходит, а две, а то и три ульты скидывать, а эта ульта дает контроль, дает баф команде на крит, дает и вам тоже увеличенный крит шанс. То есть здесь, конечно, это не гарантировано, что вы начнете с одной тычки рвать там этот, но и у нас суть билда заключается не в этом, поэтому это надо понимать. Вооружение здесь, ребята, 5 шанс крита, 30 пронижение стоимости блока. Это то, что я рассказывал вначале. То есть мы полностью раскрываем деф-потенциал рапиры. Это практически непробиваемый виктор с данной рапирой. В данном билде тычку дали, 40% регена пошло. И спокойно такие идете, практически, как я говорю, как гном с щитом. Поэтому 30% понижение стоимости блока, 5% шанс крита, быстрое истребление. Арбалет без изменений. Здесь то же самое обязательно в этом случае. Если в первом варианте я вам рассказывал, что если вы там, блядь, себя чувствуете отцами, то да, здесь вы можете заменить понижение стоимости блока, потому что здесь оно все равно не раскрыто, на, например, выносливость, которая даст вам больше в ротации вот таких вот пуш-атак. То вот здесь, разумеется, в этом билде это только понижение стоимости блока, потому что мы раскрываем именно потенциал рапиры на защитные свойства. Бижутерия здесь у нас меняется 10 против хаоса, 5 скорость атаки и графин. У нас здесь не заточено под максимальный ДПС. Также, говорю я, вы можете взять еще и свежевание. И вот здесь вот ассасина тоже можно поменять на возросшую силу. Потому что, еще раз говорю, у нас здесь не гарантированные криты. На том же боссе это будет раз через раз и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь, в этом билде, можно менять свежевание, можно ставить возросшую силу на нескончаемой охоте. Тем самым вы поднимаете и выживаемости, и так далее, и так далее. Здесь уже на любителя. Целей, талантов я вам рассказал, как использовать. Поэтому опять хаос здесь нам будет заходить, именно потому что уже мы будем больше по толпе работать и все таком. Последняя бижутерия без изменений. То есть опять это 33% понижения проклятия, сопротивления. И 5% шанс крита с разрывными боеприпасами. Вот это три сборки на Аропирах. А если быть точно 3,5, так как я вот в этом сборке вам показал дополнительно, где вы можете заменить здесь скорость атаки, поставить вместо хаоса. Вот три основных сборки, которые у нас есть на Виктора. На основном его оружие, который у нас идет из патча в патч. Знаете, еще раз говорю, мир рухнет, все рухнет, а у Виктора будет бежать с Рапира, ему будет заебись. Теперь изменения, соответственно, которые пришли у нас с последним патчем, а именно это баф кисти. И разумеется, если Зилот у нас одной кнопкой играет, то с хуя ли у нас Виктор не может то же самое делать. Может, конечно, играть через хэви атаки. Билд выглядит следующим образом у нас. У нас восстановление ХП через нанесение урона по нескольким целям. Обязательно свежевание, никакого страшного признаменования здесь не ставится. Первооснова или же возросшая сила по выбору. Ассасин можно ставить, так как у нас тоже есть рвение. Но, как говорится, на волнах вы по большей части, еще раз говорю, первооснова дает максимальный урон на волнах. У вас есть свежевание, которое еще больше поднимает урон. Поэтому мы раскрываем потенциал кистения полностью на уничтожение всей живой силы противника. Свойство капитана на убийство, критическое моментальное убийство в голову скрита, дополняет эту картинку до идеального состояния. Здесь у нас опять же идет дикое рвение, так как, во-первых, мы очень часто именно будем использовать хэви атаку. Хэви атака не сильно усиливает скорость, увеличивает метки. Плюс нас интересует максимум критов. Именно пока мы крутим наши хэви атаки, тиммейты нам набивают вот этот баф. И он, как я уже сказал, в группе на нормальном уровне сложности, он по аптайму будет 90%. Мы бафаем группу и бафаем себя. Он гораздо более эффективен, чем метка еретика. Зачарованная жизнь про нее мы в первом милде сказали. Билк это талант, который позволяет нам бесконечно жить, если вы умеете драться в ближнем бою, потому что уворачивайтесь и пожалуйста. И рвение ставлю тоже, опять же, в билде на кистине ставлю именно рвение нескончаемого охота. Почему? Потому что скорость атаки, ребят. Скорость атаки, она низка по факту, да. То есть она не у нас прямо вот, не грандиозная. Вот. И чтобы, как бы, вот этот вот момент. Все-таки бегут монахи, бегут, беглежит патруль Штормверминов. С кистине у него хороший клиф. По особенно там монахам, по мягким целям, очень хороший клиф. Там Штормверминов он тоже клифает. То есть задевает больше одной цели, не застревает в первом. И разумеется, разумеется, мы, я использую, раскрываю этот потенциал. И при этом сразу же мы контрим слабые стороны. А слабой стороной является, как я уже сказал, скорость. Поэтому использую именно рвение, ребят. Не нескончаемую охоту. Рвение, оно раскрывает весь потенциал, который у нас есть сейчас в оружии. Плюс, еще раз говорю, по волнам у этого оружия на хэви-атаках еще и бафнули урон на 30% в последнем патче. Поэтому кистей сейчас обязательно к применению на Викторе. Как минимум для фана, как максимум для того, чтобы поразвлекаться и посмотреть это оружие. Вот. Вооружение выглядит следующим образом. 5 шанс крита, 5 скорости атаки, быстрое истребление. Арбалет без изменения, ребят. Здесь у меня уже как раз выносливость, потому что блокировать я этим оружием не блокирую. Выносливость дает нам пуш-атаку. А пуш-атака одна является из основных таких эффективных способов быстрого отхила. На волнах, особенно на мягких волнах. То есть, поэтому о блокировании, еще раз говорю, на этом оружие речи не идет. Потому что у нас увеличенный додж и у нас оружие, которое хорошо хилится на волне. То есть, чем этот билд еще замечательный, играя на кистине, это вот этот талант отлично отработает в совокупности с этим оружием. То есть, великолепный быстрый хил вам дается. То есть, через хэви-атаки, пуш-атаки, соответственно, вы достаточно быстро будете отхиливаться. Достаточно быстро будете отхиливаться. Так, дубовая кожа тоже обязательно. Вторая бижутерия. Здесь у нас 10 против хаоса, 5 скорости атаки, графина. Опять усиливаем, потому что в нашем случае, что скорость, что сила, что фиолетка. Все банки будут намного более эффективными в единичном экземпляре, не мультибанка. Почему не мультибанка? Играя на кистине, все по тому же. Скорость, ребят. То есть, сколько вы ударов сможете за ульту нанести? 2,5-3. Охуительно. Ну, имеется в виду даже на мультибанке до 5 ударов. Этого мало. На полноценном банке на графине, будь какая бы эта банка ни была, вы выжмите все 150% КПД. Все 150% КПД. Желтая банка, это клиф. Это весь патруль штурмверменов. Без ульты просто сносится. С учетом стагера, еще что-то там. Синяя банка, то же самое. Также в хаос патруль закидываете себе фиолетовое. Вообще, сносите все подряд с критов. Потому что, потому что Виктор. Вот, вот и все. И последняя бижутерия, 33% сопротивления проклятию, 5 шансов крита, разрывные боеприпасы. Вот это у нас вторая сборка, если брать парооружие, да, которые сейчас, наверное, мазхевные. Применение дальше у нас уже сборки, где-то что-то теряющие, но опять же, опять же, Виктор все компенсирует. Значит, дальше у нас идут сборки на двуручах, ребят. То есть, не двуруч, а сразу поясняю, да, вдруг если на записи будет плохо слышно. А именно двуручном оружии. То есть, сюда же, в этот билд также подставляется и билл хук. Вот, с учетом, еще раз, почему я в основе взял двуруч, потому что двуруч тоже апнут. И апнут самым главным образом на скорость атаки. Для Виктора это крайне важно. Потому что у него, у первого Виктора, в отличие от третьего, бичевания нет. И скорость атаки у него ниже. А с учетом того, что сейчас они бафнуты в последнем патче, это оружие стало играться еще веселее, чем игралось до патча. Хотя до патча Виктор это как раз персонаж, который с двуручом мог играть. А вот Зилот играть с ним это было порнографией. Вот, но сейчас все это меняется. Все это меняется. Билл-то выглядит на двуручном оружии вот таким вот образом. То есть, в принципе, все то же самое, что на цепи, за одним исключением. Здесь у нас как раз уже идет нескончаемая охота вместо рвения. Все те же самые причины, почему я не выбрал рвение на кистине. И вот здесь как раз это компенсируется тем, что нам нужно больше контроля. Мы меньше здесь у нас, меньше вороты и все такое. И чем больше мы будем давать просто даже контроля вокруг себя, тем лучше. Оружие совсем медленное, да. Особенно если говорить про хэви-атаки. То есть, это еще медленнее, чем цепь. И вот рвение здесь как бы использовать совсем грустненько. Хотя можно и пытаться лайт-атаками. Потому что, еще раз говорю, вот их как раз у нас хорошенько так с вами апнули. Вот, работать. Но, что траектория удара, что, соответственно, контроль очень проблематичный. Поэтому хэви-атаками, опять же, работать выгоднее на дворучьего мяча. Но скорости не хватает. Поэтому лучше поднять, опять же, бафнуть команду. И давать вокруг себя контроль. Потому что дворучьи имеют ограниченные доджи. Вот, хотя сейчас они как бы есть. Там бонус хоть какой-то 10 вместо нуля, да, как это было когда-то. Вот, но, но, но это все равно мало. Доджи и количества мало. Расстояние маленькое, несмотря на то, что у нас есть талант. И поджать вас с дворучным оружием могут. И вот это как раз мы и компенсируем. За счет того, что очень будем часто сдавать ульту. Это нам позволит сейвиться. Вооружение здесь у нас 5 шанс крита, опять скорость атаки. Быстрое истребление. Арбалет без изменений. Здесь тоже ни о каком блокировании речи не ведется. Нам обязательно нужны пуш-атаки по броне, по хаос-варам. Потому что это самая, даже единственная эффективная атака по хаос-варам, которую мы можем наносить. Поэтому нам нужны, нужны вот эти вот удары, соответственно. Поэтому используем выносливость. 20 к здоровью, дубовая кожа. Здесь 10 хаос, 5 скорости атаки. Графин и последнее тоже без изменений бежа. 33 процесса сопротивления проклятием. 5 шансов крита и разрывные боеприпасы. Разумеется, в этом билде вы можете взять еще отбрасывание. Но сейчас это менее выгодно, чем было в предыдущем патче. Почему? Потому что, еще раз говорю, скорость того же двуруча увеличена сейчас. Скорость атаки. И вы лучше, как бы, поскольку вы быстрее наносите урон, быстрее убиваете противников. Лучше разорвать сейчас расстояние, чем пытаться отыгрывать от, соответственно, пуш-атак, который у нас все равно, если хаос вар пробьет нам все щитки, и мы потеряемся полностью, да. То есть, в первом, в предыдущем патче выбор таланта на увеличенный реген стамин обуславился тем, что это оружие было совсем слабым и неэффективным, да, по сравнению с текущей версией его. Вот. А в текущей версии эти слабости ушли. Теперь мы усиливаем сильные стороны персонажа и этого оружия. Теперь это играется уже не на бровях вы проходите, а наоборот, с кайфом, с удовольствием. Очень тоже рекомендую. Также в этот билл, как я сказал, это билды на двуручах. Вы просто подставляете сюда билл-хук и используете билл-хук. Следующее, что у нас остается, и к чему я тоже рекомендую обратить внимание, кто, если вдруг пропустил, кто раньше не играл на фальшионе, тоже настоятельно рекомендую попробовать это оружие, потому что оно также было бафнуто в текущем патче. Плюс, ко всему прочему, сюда у нас идет в подставлении оставшееся оружие. Это фальшион с топором. То есть билд точно так же будет зеркалиться на фальшион с топором. Билд тоже немного отличается в нашем случае. Вот. Мы здесь уже играем через нанесение. Тоже свежевание. Вот почему я говорил в первом билде. На рапире это делать не очень выгодно. На, например, фальшионе, хотя и скорость атаки, и клифф у них одинаковые, но намного более интересным получается. Я не знаю почему, но по результатам, во всяком случае, в тестировании. Вот. Свежевание, ассасин, дикое рвение обязательно, зачарованная жизнь. И также увеличенное количество, соответственно, ульт, которые мы можем дать. Фальшион сам по себе, хоть у него и нету записи про криты, он достаточно критовой, как это ни странно. То есть, когда вы играете, он критует очень частенько, да. А под ультой это происходит достаточно часто, несмотря на то, что, как вы видите, ульта у нас не с гарантированным критом, но критов проходит очень много. Мувсет самого оружия позволяет нам практически не вообще не применять никаких ротаций, да, потому что только подстраивать удары, то есть заранее думать, что у вас вот третий удар будет. Сейчас им бы развернуться в элитку неплохо, да, завершить по элите, а два предыдущих по толпе. То есть, вот таким вот образом вы спокойно работаете. Оружие классное. Так, я извиняюсь, промазал по кнопочке, хотел АЗ-ку нажать, получилось это. Вот, оружие классное, и оно было с 1-0, самым топовым оружием, одним из самых топовых оружий на Викторе, до появления фальшионной топора. И я говорю, если вдруг у вас нет опыта с этим оружием, попробуйте, вдруг понравится. Также, так, вооружение, ребята, значит, 5 шанс крита, 5 скорость атаки, быстрое истребление без изменений, здесь выносливость, все тоже по той же причине, хотя здесь не так важно, но все равно, как бы, пуш-атака, в принципе, неплохая, да и пуши нам нужно делать для того, чтобы контролировать вокруг себя ситуацию. 20 к силе крита, 5 скорости атаки, графин. И последняя бижутерия, 33% сопротивления проклятию, 5 шанс крита и разрывные боеприпасы. Здесь я для разнообразия поставил силу крита, потому что, еще раз говорю, критует достаточно часто. Если вы не хотите, вы можете вернуть сюда хаос. Это я для себя делал. Вот, также напоминаю, что вот в этом билде у нас встает фальшион и топор с точно такими же характеристиками, то есть, 5 шанс крита, 5 скорость атаки, и в билде ничего не меняется. Все остается точно таким же. Отдельно про фальшион с топором сказать только одно. Можно, что это два оружия, соответственно, если у нас кровотечение наносит, у нас он может наносить их сразу с двух оружий, с каждого. Вот. Хотя, по-моему, это занерфили. Но не факт. В общем, имейте в виду, как бы, фальшион с топором тоже оружие, которое у нас когда-то появилось. И когда оно появилось, оно заняло свое первое место. Просто на нем уже переиграли. Переиграли, уже скучно, неинтересно, да. Вот. Есть уже много других оружий, которые нам преподнес этот патч. Я рекомендую вам пробовать именно что-то новенькое, чтобы не задрачивать вот этот старт. То есть, классические билды у вас на Рапире, разумеется, должен быть. Как минимум один, который вы будете использовать на контент, куда без хорошего КПД вы не пойдете, да. А вот что попробовать обязательно? Это кистень обязательно, да, к пробе. Двуручное оружие, ребят. Это просто рекомендация, если хотите пофаниться по интересу. Вот. Вот, собственно, и вся информация, как вы можете заметить, не особо много, чуть нового добавилось. Где-то изменились брекпоинты, где-то изменились в очередной раз баги, шмаги. Фич, шняги. Там по типу силы крита и все такого. Вот. Но, а большей части, как всегда, Виктор все взял себе из текущей версии только в плюс. То есть, все дополнения, раньше, говорю, двуручье, это было как бы просто ради фана и сложно. Сейчас это фан и весело, а не сложно. То есть, разница, кажется, вот-вот. Да, но, как в анекдоте, есть нюанс. Все, ребят. Надеюсь, видос был полезен. Как минимум обновили, да, данные. Используйте. Надеюсь, что кому-то зайдет. Вот. Если что, пишите. Если останутся вопросы, на стриме обязательно должен будет стрим быть, где мы закрепим все эти сборки и прогуляемся в них. Посмотрим геймплей. Все. На этом всем спасибо. И до встречи в играх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok